Батыш Салиева дважды была министром социального развития Кыргызской ССР. Именно благодаря ей в Кыргызстане появилась система интернатных учреждений, которая существует по сей день. За время пребывания на посту министра при ее участии в стране было построено семь домов для престарелых и людей с инвалидностью. Батыш Салиева 25 лет работала министром именно социального обеспечения. Очень большой вклад внесла непосредственно, который относится к нашему учреждению. Она стояла у истоков создания республиканского протезно-ортипедического завода. Завод до сих пор функционирует. Он является единственным в Центральной Азии. И в свое время он тоже был первым открыт в Центральной Азии. Батыш Салиева дважды избиралась депутатом Верховного Совета СССР, возглавляла комиссию по здравоохранению и социальному обеспечению Совета национальностей. Ее коллеги говорят о ней как о профессионале с большой буквы. За годы работы она воспитала целую плеяду талантливых участников, которые сейчас продолжают работать в этой области. Познакомилась с Батыш Салиевной, это было 83-й год. Когда я приехала сюда на практику, мы, говорят, очень рады, мы очень рады поддерживаем. Когда потом через год я закончила уже, закончила, опять же, вот к ней попала на прием. Вот она тогда мне дала, как молодой специалист, говорит, мы все поможем. Квартиру, говорит, давайте поставим на очередь. Вот тогда она мне дала дорогу, показала, как все делать. В общем, как молодой специалист, они мне поставили на учет. Он посвящается Батыш Салиевной, в честь ее 100-летия. Кроме того, при ее участии был построен ряд санаториев и домов отдыха на Иссык-Коле. Была проведена реконструкция практически всех курортных и лечебно-профилактических объектов, пионерских лагерей. Ее отличало характер, твердый характер, твердость в обращении к другим, но и к себе. Она была немножко жесткая, но очень крайне справедливая. Если человек, значит, делал добрые дела, она всегда поощряла этого человека. И благодаря ее инициативе, ее вот такой большой, серьезной работе для нашей республики сделано очень много больших дел. Праздничные мероприятия также состоятся 1 июля, в день рождения Батыш Салиева и на ее малой родине в Тюпе, Сыкульской области. Как отметили в Минсоцтруда, за годы независимости чествование представителей системы социального обеспечения страны проводится впервые.